Сегодня у нас с вами будет анбоксинг коробочки Viva Beauty Box. У них вышла коробочка с летними мастхевами, это, наверное, как никогда актуально, как раз в начале лета. И сегодня у нас с вами будет не просто обзор содержимого, но также и тест-драйв. Максимальное количество всего, что я смогу попробовать на себе, я попробую. И мы с вами совместно сделаем выводы, посмотрим, что нам понравилось, что нам не понравилось. И, кстати, пока я максимально владею вашим вниманием, попрошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А если уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы никогда не будете пропускать мои новые видео, потому что YouTube всегда вас будет оповещать. Обязательно это сделайте, особенно если вы впервые на моем канале. Я очень буду рада приветствовать вас в нашем коллективе. Так, давайте приступать. Коробочка огромная, как вы видите. И вот за все время, что я тестирую разные-разные коробочки от разных брендов, вот Viva Beauty Box мне всегда больше всего нравится, потому что у них наполнение такое очень массивное и сочное, и вкусное, скажем так. Упаковка достаточно стандартная. Я имею в виду упаковка продуктов достаточно стандартная для всех этих коробочек. Здесь бумажка тищи, которая сейчас очень сильно шелестит возле моего микрофона. И давайте же смотреть, что у нас там есть, потому что глаза разбегаются на самом деле. Давайте начну с первого продукта, который выше всего у меня лежит здесь. Это термальная водичка Урьяш. Я уже пробовала эту термальную воду. Это мини-версия, которая тоже продается в аптеках, то есть полноценная версия есть и мини-версия. И я пробовала уже эту водичку, она вполне нормальная, мне очень нравится здесь распылитель, то есть он дает вот такой вот сплошной поток термальной воды. Я сейчас пробовать это не буду, потому что я ее оставлю для особого трюка с термальной водой, о котором я хочу вам чуть попозже рассказать. Если я вас заинтриговала, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Трюк очень интересный, но я его сейчас как раз отрабатываю, поэтому пока не хочу ничего говорить. Ну, термальная вода, в общем-то, это первое, что мне попалось. И, кстати, вот перед тем, как сесть снимать, я использовала вот такую вот миниатюрку, которая здесь тоже входит в комплект. Это сыворотка от Ифраше Wrinkles and Radiance, то есть, грубо говоря, морщины и сияние. Ну, то есть она разглаживает морщины, делает кожу сияющей. Я не знаю, что конкретно человек должен понять из вот такого вот объема крема, но, тем не менее, я попробовала. Наверное, вот такие миньки рассчитаны на то, что вы проверите, нет ли у вас какой-то негативной реакции на средство. То есть у меня бывает такое, что от крема буквально через 2-3 раза использования обсыпают свое лицо прыщами, или я чувствую какую-то стянутость кожи, тогда я сразу понимаю, нет, это, извините, это не мое. А вот такие вот штучки, скорее всего, просто дадут понять, как ваша кожа реагирует. И если негативного ничего нет, то можно купить и молиться богам, что все-таки еще и позитивное что-то вы увидите. Что же касается консистенции этого крема, он достаточно плотный, очень приятно он впитался в мою кожу. В принципе, вообще не к чему придраться в этом плане. Давайте теперь я возьму то, что меня больше всего привлекает, особенно потому, что у меня сейчас тональной основы нет на лице. Это кушен от марки Beyond. Beyond это корейский бренд, и у нас он официально представлен в Украине, есть много магазинов Beyond. И конкретно этот кушен называется Angel Snow BB Cushion. SPF защита здесь 37PA+++. Это, в принципе, очень классно. Упаковка потрясающе красивая, такая как перламутровая крышечка. Вообще очень красивое оформление. Единственное, что меня немножко сейчас напрягает, это оттенок. Мне попался четвертый Warm Beige. Но, зная корейцев, я у них зачастую беру чуть ли не самый последний том по цвету, потому что он зачастую очень светлый. Что же касается дальнейшего оформления, здесь классное зеркало, очень большое. Спонжик тоже и само, собственно, средство. У меня оно еще закрыто. Давайте открывать. Ой-ой-ой. 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 Ну, судя по всему, я сегодня буду очень сильно загорелой. Ладно, давайте не будем обращать на оттенок внимания, потому что, ну, очевидно, он сейчас для меня будет сильно темный. Но я все равно хочу протестировать это средство, чтобы вам дать понять, как оно мне нравится или нет. Кстати, тут вот этот спонж, который вот в середине, он такой прям плотный. Ой-ой-ой. Ладно. Наносится пока что очень приятно. Запах у него какой-то немножко странноватый. Не могу сказать, что приятный. Интересный факт. Вот в 16 лет я старалась вот так вот подбирать тональную основу, потому что я ненавидела свою бледную кожу. И мне хотелось всегда кожу иметь такую, знаете, как латинского типа. То есть не сильно темную, но и не светлую. Вот что-то средний такой вот тон какой-то мне хотелось иметь. И я вот всегда четко по линии челюсти наносила вот такие вот оттенки. Тональная основа себе на лицо. И думала, что все классно вообще. Я хорошо выгляжу, загорелая. Ну что же, кушин я нанесла. Ну, помимо очевидного, да, что это совершенно не мой оттенок, я хочу сказать, что он очень даже неплохо лег на лицо. Достаточно сильно сияющий. То есть вы видите сейчас все переливы, надеюсь, на моем лице. Очень сияющий. Мне это напоминает что-то среднее между L'Oreal и Maybelline тоном. Я уже сразу вижу, что он, скорее всего, будет трескаться где-то в морщинках. Поэтому его лучше закреплять. Если у вас таковые имеются. А так, в целом, очень даже приличное покрытие у него. То есть он перекрыл вот практически все, что мне нужно было перекрыть. Может где-то дополнительно консилером. Ну, совсем слегка, если где-то осталось, где можно пройтись. А так, в принципе, со своей задачей он очень неплохо справился. Блин, я себя такой загорелой. Не видела уже, я не знаю, сколько лет. Забыла уже, когда вообще такими тонами пользовалась. Давайте теперь немножко закрепим, потому что есть небольшая такая липкость на лице. Здесь как раз они положили пудру. Эта пудра вообще огромный бестселлер. И ее обожают девушки в основном с жирной кожей. У меня, к сожалению, вернее, не знаю, к сожалению или нет, но у меня не жирная кожа. Поэтому я для себя эту пудру не очень люблю. Это Rimmel Stay Matte. И ее обожают просто все, у кого комбинированная кожа, у кого жирная кожа, кому нужно именно припудривать Т-зону или вообще все лицо. Вот я просто без сомнения могу сказать, что это действительно одна из лучших пудр именно для этого типа кожи в масс-маркете. Поэтому, если вы что-то такое ищите, обратите внимание на эту пудру. Давайте опять-таки ради того, чтобы просто продемонстрировать эту пудру в действии, я закреплю тональную основу, которую я нанесла этой пудрой. Я вообще люблю закреплять пудрой те места, там, где у меня есть мимические морщины, для того, чтобы у меня просто не скатывался тон в мимические морщины. И лучше держался на протяжении дня, меньше капризничал, скажем так, в этих зонах, потому что есть некоторые тональные основы, которые в любых заломах прям аж трескаются очень некрасиво. Последнее косметическое средство, которое нам осталось протестировать, это помада от Rimmel. И оттенок помады мне попался достаточно агрессивный и дерзкий. Вот такой вот, не просто красный, а такой очень холодный красный и, наверное, чуть-чуть даже малиновый, я бы сказала, нежели красный. Давайте тестировать. Я редко ношу такие помады, но опять-таки ради эксперимента, ради сегодняшнего видео, все для вас. Ого! Как видите, помаду я наносила без карандаша, и у меня это, я не сказала, оттенок 300, listen up. И называется серия помад The Only One Lipstick. Эта серия очень масляная, очень кремовая, такая вот прям суперкомфортная на губах. Единственное, мне вот такой вот формой помады, достаточно чопорной, неудобно делать прям вот такой вот идеально красивый контур. Поэтому я кисточкой могу слегка пройтись по контуру, для того, чтобы сделать его немножко более аккуратным. Но вот именно в плане комфорта, в плане вот именно такой вот масляной классической текстуры, очень классные помады. Дальше попадается мне под руку гель для душа от Yves Rocher. Проводим самый главный тест. Очень интересный аромат, как он здесь отписывается. А, я поняла, бурбон и ваниль. Интересная комбинация. Не могу сказать, что мне вот прям очень сильно нравится. Я люблю больше какие-то тропические, наверное, ароматы в гелях для душа, но однозначно нетривиальный абсолютно запах. Еще тоже средство для ванной. Это набор от Patrice Boutte. Мне уже в бьюти-боксе попадались именно эти же шампунь и бальзам. Я осталась в диком просто восторге от них. Мне очень понравилось, как выглядели мои волосы. И вот такие вот бутылечки отлично подходят. Если вы часто путешествуете, если вы ездите, я не знаю, в командировки или просто куда-то на отдых часто, вот брать с собой, это отлично. Я как раз для такого случая и приберегу. Тоже мне здесь попадается лак. Лак от Rimmel. И оттенок у него, сейчас я вам скажу, 61-83. Линейка это 60 Seconds. Я на ногтях, на руках использую только гель-лаки. Я никогда не пользуюсь вот такими. Но это все равно для меня актуально, потому что педикюр я все равно делаю обычными лаками. И вот такой вот яркий, мне кажется, очень как нельзя кстати на лето. Именно лаки из линейки 60 Seconds очень даже неплохие. Для педикюра, мне кажется, вообще мне идеально подойдет. Последнее средство, которое мне попадается, это такая вот просто огроменная банище. Это у нас масло для тела. Запах здесь описывается как карамель и корица. Корицу я не очень люблю в косметических средствах. Карамель люблю. Давайте попробуем. Ой, 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 сильно. Такой вот запах активной корицы. Я, как уже сказала, не люблю. Ой, оно такое интересное текстуры. Оно как, я не знаю, как пластилин такой вот детский, мягкий. Или как дрожжи, наверное, даже скорее как дрожжи вот такие вот мягкие. То есть не кремовая такая текстура, а именно какая-то странная такая текстура. Давайте сейчас сделаем такой легкий затест на руках. Люблю такое ощущение, когда сразу кажется, как будто вода появляется на теле. То есть как будто какие-то сферы воды. Люблю такое ощущение. Только этот запах корицы. Однозначно, если вы корицу любите, вы просто влюбитесь в это масло для тела, потому что очень сильный запах корицы. Я не фанат. Ну что ж, вот мы с вами и подобрались уже к донушку этой коробочки. Обязательно напишите, что вам понравилось из этого, чем вы пользовались, что бы вы хотели попробовать. Какие у вас впечатления в целом. И если вы еще сначала видео не подписались на мой канал, то думаю, что сейчас как раз-таки точно самое время это сделать. А то я сейчас закончу видео, и потом будете жалеть, что на меня не подписались. В общем-то обязательно это сделайте. Поставьте палец вверх этому видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!